Утро 1 января. Чем Сеня уже занимается? Скажи, что тебе Дедушка Мороз подарил. Шахматы? Да. Ты просила у Деда Мороза шахматы? Ух ты, будем с тобой играть в шахматы. Когда? Когда-нибудь. Ну сегодня точно. Классно. Сижу, учу Арсения играть в шахматы. Он такой деловой. Да? Он такой деловой. Гроссмейстер. Гроссмейстер. Это столько фигурок. Я у него срубила, и он у меня там уже сколько срубил. Это же у него королев срубил. Молодец. Нравится тебе игра? Да. И я в следующем ходу срублю пешку. Потом этой схожу на это поле. Сойду за линию. Куда поехал? На елку городскую. Что там будешь делать? Че-че. Оглухать. Оглухать? Да, оглухать. Сеня. Пошли ручкой. Пойдем на море. Пойдем на море. Что ты хочешь? Чай! Чай! Я встил? Нет, горячий. Горячий? Да. Сеня, привет. Привет. Мы замерзли, пошли домой. А я хочу булочку. Булочку. Дома надо кушать. Посмотрите, птички. Красивые. А это павлин там. Да, павлин. Им, наверное, холодно. Посмотри, они как все скукожились. Пойдем мы, пойдем. Домой поедем, да? Проголодались. Я проголодалась. Вот. Так мне нравится эта арка. Я от нее все балдею. Я тоже. Нравится тоже? Новогодняя и красивая. Красота. Улыбайся. Нормально улыбайся. Новый год свечет с веселеньем. Как повеселиться. Да, мы с такой с елочкой сфотографируемся. Ты куда? Я и так не ступенчилась. Новый год. Покажи фотку. Девчонки, всем привет. Сегодня у нас 2 января. Время уже такое послеобеденное. Даже ближе к вечеру. У нас и сегодня, и вчера, знаете, был такой лейзи дэй. Вчера дети, когда уже легли спать, мы всю ночь до 4 утра смотрели Ольгу, лежали. Сегодня до обеда спали. В общем, пока я сейчас помыла посуду, постираюсь и, в принципе, вот уже села Сенька поиграть. Софишка у меня пока спит. Сейчас Илюша у нас приедет с работы. Его срочно вызвали на работу, поэтому он уехал. Приедет и мы поедем в город. Поедем сегодня. В торговый центр. Да, поедем сегодня в торговый центр. Меня в лабиринт сдавать. Меня, говорит, в лабиринт сдавать. Да, Сенька поиграет в лабиринт. Мы погуляем, не знаю, подшатаемся по магазинам. Ничего, в принципе, покупать не планирую. Ну, посмотрим. Ну, скорее всего, что ничего покупать не будем. Я, честно сказать, вообще не очень люблю ходить по магазинам. Даже не очень. Я ненавижу ходить по магазинам. Но возьмем специально в торговый центр Сеньку поиграть, пообщаться с детьми. Маленько побегать там, побеситься. А в это время нам особо там делать нечего. То есть в кафешках каких-то мы особо там не сидим никогда. Я не очень приветствую все вот эти рестораны быстрого питания. Поэтому, ну, да, если, может быть, зайдем кофе, попьем только. И будем тогда ходить по магазинам. Больше там все равно делать нечего. А сейчас мы играем в пингвина. Кстати, очень классная игра. Вот это вот линейка. Да, из фикс-прайса. Вот это вот линейка игр в фикс-прайсе настольных. Слушайте, мне она вообще нравится. Я от нее в восторге. Мы в прошлом году у Сеньки уже покупали три настольные игры. Одна, конечно, не дожила до этого года. А две игры вполне себе. Мы до сих пор в них играем. У нее целая. И ничего, что они стоят такие копейки. Вообще нормальные игры. Не знаю, мне они нравятся. То есть и 200 рублей за такую игру вообще отдать не жалко. То есть по мне так она стоит, по сути, ну, гораздо дороже, чем они за нее берут. Интересно? Молодец у него уже. Ну, так, более-менее получается. По крайней мере, для новичка неплохо. Молодец. А, вы поняли, да, принцип этой игры? То есть мы крутим барабан, смотрим, что у нас совпадает. Мне нужно одну белую льдинку убрать. В общем, нужно по очереди убирать льдинки так, чтобы пингвин не упал. Ну, классно, да? Я первую называю ледяная стена. Ну, как бы ледяной пол. Мне очень нравятся игры вот такого плана. Вот я не очень люблю бродилки, а вот такие игры мне очень нравятся. Всяческие на баланс, на моторику. У нас есть игра классная, где нужно молоточками карточки поднимать, кто быстрее. В общем, вот именно вот такие более-менее активные, да, какие-то игры мне нравятся больше, чем вот обычные бродилки. Вот сегодня еще будем играть. Вечером приедем, когда я из города, я вырежу все банкноты. Будем играть с Сенькой в миллионера. У нас, да, у нас вообще-то с Илюшей есть такая настольная игра, но взрослая. Помните, раньше был менеджер. Вот у нас у родителей есть, к примеру, монополия. Мне монополия не очень нравится. Ну, может быть, потому что, я не знаю, какая-то она слишком простая. Менеджер гораздо замысловатее, и мне вот менеджер нравится больше. Сенька все время смотрит, что мы играем, и все время просится тоже с нами поиграть. Но так как там довольно большие цифры, там нужно считать, ему будет просто сложно играть. Поэтому, раз он давно просит, мы решили ему на Новый год подарить такую более облегченную версию этого же менеджера. По сути, то же самое, да, только это детская уже игра. Ну, более попроще. Поменьше карточек, поменьше поля, поменьше суммы. В общем, будет сначала учиться на это тренироваться. Будет сначала на это учиться тренироваться, а потом уже, если все отлично, научится, уже будет с нами во взрослого играть. Мы с Илюшей играем в менеджера, ну, наверное, два раза в полгода. Где-то вот так у нас все равно выход прям найдет на нас, и мы можем целый вечер, полночи сидеть в этого менеджера играть. Кстати, эти новогодние праздники тоже, наверное, без игры не обойдутся. Обязательно нужно поиграть. Кстати, смотрите, мультиварку нам вернули. Вернули ее буквально через несколько дней. Оказалось, что у нее сгорел термостат. Они заказывали термостат, поставили новый. И, ну, пока я еще ей не пользовалась. Не знаю, насколько ее хватит. Тут мне писали по поводу того, что, да, именно потому что всякие вот неизвестные такие марки могут ломаться. Именно поэтому лучше брать проверенные, например, Redmond. Я рассказывала, да, что у нас Redmond был. Он себя оправдал вообще вдоль и поперек. Мы им действительно пользовались очень много. Мне кажется, далеко не каждая мультиварка прослужит столько, сколько прослужила нам Redmond. Но, вот, честно, зажали денег. Решили, что нет смысла переплачивать для того, чтобы стерилизовать бутылки и варить каши. А нет, как оказалось. Может быть, все-таки стоило и переплатить. Но надеюсь, что после того, как термостат в этой мультиварке поменяли, надеюсь, что теперь она прослужит нам гораздо дольше. По крайней мере, пока Софишка не вырастет. Она нам очень будет нужна. Десантируйся. Время 5 часов. Мы только приехали еще в торговый центр. У нас торговый центр небольшой. Обычно, вот там, видите, парковка. Ну, обычно, как бы, там всегда есть места. Сегодня столько народу. Просто даже вот еще соседняя парковка вся занята. То есть она, по-моему, даже не относится к торговому центру, но она уже вся битком. Выходные праздники. Всем нечем заниматься, да. Нам тоже. Пойдем елочку посмотрим, да, еще какую красивую там сделали. Да. Вот какая елочка красивая. У нас, кстати, этот магазин очень-очень огромен. Да, маленький магазинчик. Ну, только вот и маленький, а для меня это здоровенная громадка. Пойдем? Пойдем. Задиваться. Вот и красивая, какая елка. И тут есть еще все-все-все. Ну, потом, мы сейчас тенью отведем лабиринт, потом подойдем елочку поближе, посмотрим. Да? Да. О, смотрите, там Дед Мороз. Где? О, Дед Мороз. А по-моему, вон. Это Санта-Клаус. А так, как это спидеть. Мне кажется, мы уже не хотим сегодня туда. Илюша, это все столько народу. Это очередь такая. Обалдеть. Пойдем пока обтихать бумажку. Напишем пока бумажку, да? Да. Столько народу ужас. Смотрите, в лабиринт. Сенькин любимый лабиринт. Он туда пойдет играть. Купили Софью растяжку. Не могли нигде купить. Обходили все детские магазины. Вообще нигде не было. Просто вот таких детских растяжек. Наконец-то нашли. Сейчас Сеньке еще водичку купим. В общем, мы, чтобы просто так Сеньку не ждать, решили сходить в фикс прайс. Он тут вот рядышком совсем находится. Не надо построить доски разделочные. Заменить. Тут сейчас посмотрела в магните. 200-250 рублей. Пластиковая доска. Очень дорого. Надо фикс прайс идти. Девочки, смотрите, я зашла за досками. Так, это вы кучи всякой фигни теперь надо нести. Наигрался? Пойдем, папа там тебе вкусняшку пошел покупать. Весь сырой, весь мокрый. Сутболка вся насквозь сырая. Кто-то хотел тут поесть. Ну, не знаю. Хочет он тут поесть. Ну, давай. Ну, хоть у кого-то сегодня праздник. Не будем креститься, сфоткаться. Не будем стоять. Пойдем. В общем, мы уже дома, смотрите, купила всяких хозяйственных нужностей. Это губки. Это из магнита еще взяла. Вот. Купила две доски разделочных. Все-таки придется мои деревянные досочки любимые выбросить. Хоть мы их и пытались привести в порядок, нужно шлифовать. Все равно они начали гнить. Но они уже старые. Прям очень старые. Но я так люблю, мне их очень жалко. Ну, взяла пока две. Вот одну для мяса рыбы. В принципе, мясо рыбы я всегда на одной доске делаю. Вы знаете, что по санпину не положено, но нормально. Эту взяла для овощей. Вообще, конечно, надо было бы взять две больших. Но, во-первых, мне этот цвет не понравился. Какой-то он некрасивый. Во-вторых, две одинаковых доски тоже, ну, путаться буду какая-то для чего. Помечать их тоже как-то неохота. Так что пусть будут две таких. Контейнер взяла. Контейнеров у нас таких много. У Сеньки в них игрушки хранятся. У меня они тут на кухне уже приспособлены тоже. Я взяла под картошку. Мы картошку берем в сеточках, таких по 10 килограмм. Вот сюда. У меня раньше в таком контейнере картошка и была. Потом я его приспособила для чего-то, для другого. И теперь мешочек сюда прямо ставим. С него постоянно сыплется земля. Поэтому вот новый контейнер под картофан. Так, это я взяла коврик силиконовый. У меня такой был коврик давно, когда первые коврики в фикс-прайсе были такие. Они были немного не такие, конечно. Он был побольше. Этот не очень большой. Но нормально. Пойдет, я думаю. Давно мне его надо. Давно-давно-давно. Но я все забывала купить. Какой-то он, честно сказать, липкий. Не очень приятный. И, кстати, предыдущие коврики из фикс-прайса, которые были, они были побольше такие, однотонные. И у меня вообще он очень быстро закосячился. Я на нем выпекала. И он просто перестал отмываться. Сеня тут же. И он просто перестал отмываться. Все, что на нем нагорало, оно просто перестало отмываться. И мне его пришлось выбросить. Батарейки. Это в игрушке. Терка новая. Терку брала в фикс-прайсе. Она у меня заржавела через неделю. Это тоже заржавеет, скорее всего, через неделю. Но пока я нормальную не купила, пусть это будет. Пиццерезка тоже. Вот такое качество у нее. Посредственное. Но мы не так уж, в принципе, пиццу часто делаем. Какие-то пироги, пиццу. И ножом обычно очень неудобно резать. Я все никак не могла тоже собраться. Не то, что даже собраться, а не на глаза нигде не попадалось. Сегодня вот на глаза в фикс-прайсе попалась. Поэтому я взяла. И ведро. У нас до сих пор, вот не поверите, мы год живем в доме, у нас до сих пор не было мусорного ведра на кухне. Если кто смотрел видео с уборкой, видели, у меня там висел пакет. И пакет так до сих пор и висит. Поэтому вот наконец-то попалось где-то мне на глаза ведро. Поэтому взяла пока такое ведро. Вообще, конечно, она нормальная купить с крышкой. Путевая посимпатичнее. Но, блин, 77 рублей, пусть пока это будет. Сегодня у нас 4 января. Мы поехали погулять. Потому что такая замечательная погода. Солнышко светит, тепло. Давно уже такого погода не было. Все как-то пасмурно было. Дожди шли. Поэтому сегодня вот такая классная погода. Мы решили съездить немножко погулять. Мы пошли сразу прямиком к морю. Забыла сказать, как? Да, спускаться к морю. Вот тут, смотрите, тоже сделали арку, видимо, новую. Она, наверное, тоже вся светится вечером. Мы как-то не сходим, посмотрим, да? Да. Куда-нибудь и все вообще сможем. Тоже большая. Вот это будет, наверное, вообще красивая, большая. Да, самая бы стоит. Там у площади такая маленькая, но очень красивая. А это, наверное, будет вообще роскошно. Клопарк строят? Не так. Расширяют? Не так. А там пройти-то можно? А где там? А-а-а. Да, там только как с твинюшками, если ходить. Я не хочу выбрать. Стерняка беру. Смотрю. В общем, мы идем, короче, гулять куда-то. Греются лежат. Колесо даже работает. Ну, я хочу туда. Куда? На кае славозрение. Что, я высоты боюсь? Я с ума сойду на нем. А я нет. У тебя одного не будет, все равно. А папа? Народов вдоль всего берега. Много. На выходные люди все приехали. Наверное. Или так же, как мы, да? Кто практически раз в год выбирается. Идешь купаться? Нет. Ну что? Полотенце забыл, что ли? Холодное. Я полотенце забыл. Так идешь, купался. Ну, короче, мам, тебе надо было хлеба принести, чтобы кто-то покормить. Так надо было. Не принять хлеб. Отойди, а то тебя волной снесет в море. Да, нет. Мокро? Ага. Мокро? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok